привет друзья очередной урок мода здесь смотрим сегодня дополнительные инструменты выделения смотрим выборки запоминание выборок selection set и и дополнительную панельку info где есть удобные штуки так для начала начинаем с инфа как раз панели я выделяю несколько точек задаю им разную координату и вот здесь видно что сейчас двигается . по координате на какое-то расстояние нам скажем 348 миллиметров я сбрасываю активирую заново тот же инструмент перемещения все 0 и 0 и здесь и как вернуться теперь к общей плоскости ну скажи можно с привязкой конечно это сделать но даже если это делать с привязкой вот этим вертексом например видно что усредненное значение берется то есть этот гизма и снайпится сюда да можно для каждого по отдельности можно с action-центрами запариваться но это долго это долго именно для такого воздействия и вот в этой панельки info как раз таки есть данные о каждом элементе сцены если окно расширить здесь видно что это большая таблица и для каждого элемента для каждого под объекта здесь есть данные в данном случае это индекс выделение индекс самого элемента первое значение дальше бесплай новое значение веса позиция по иксу и текстурные координаты тоже есть сейчас интересует нас координата и по иксу ну нужно смотреть по какой координате по z в данном случае значит нас интересует z 912 миллиметров здесь больше метра каждой вершины свое значение по этой оси и чтобы их усреднить по этой позиции нужно проверить значение вот этой точке какой у нее по оси z 500 миллиметров но это справедливо потому что куб метр в диаметре и здесь как разберется половина то есть эта точка ушла так как об создавался в начале координат в данном случае этот куб стоит начали координат то можно раз таки сопоставить до что эта точка имеет такое расстояние от центра и так 500 миллиметров я выделяю все эти точки теперь выделяю все колонн все строчки здесь и по оси z двойной клик 500 миллиметров и вот так они становятся сюда то есть видно что сейчас они в одной плоскости стоят все точки я откачусь еще одна интересная фишка preference чтобы каждый раз не вводить значение миллиметров потому что по молчанию метры стоят вот здесь можно переключить миллиметр здесь юниц вкладка и переключить миллиметры далее та же самая манипуляция двойной клик 500 и уже ничего не вводя я просто нажимаю enter миллиметр прописывается автоматически не метры уже а миллиметр и далее где еще это можно применять например для выравнивания каких-то элементов скажем сейчас все эти пирамиды можно даже подальше вытащить я хочу поднять на расстояние скажем 50 миллиметров над уровнем над основной поверхностью как мне это можно сделать да опять таки можно одну точку вот эту вытащить на нужное расстояние потом к ней снапится потом эту точку опять возвращать но так как мы уже знаем эту панель сейчас я выделяю эти точки ось у нас y и нужно смотреть в данном случае от 0 опять таки будет считаться можно тем же методом сделать вот эту точку выделить посмотреть по игреку 500 плюс 50 ну 550 она есть еще один способ так как все эти коэффициенты и размерности считаются от рабочей плоскости я могу просто здесь выбрать полигон и варплейн по нему активировать сейчас видно что варплейн точно спозиционирован по этой верхней плоскости ключи варплейн и сейчас здесь будет 0 у каждой точке если здесь выбирать видно 0 по игреку соответственно нужно да и нужно контролировать вот здесь иногда если варплейн позиционируем то может это координатная сетка поменяться в данном случае y у нас верхняя ось остается и эти точки нужно просто от 0 прибавить 50 двойной клип 50 ok и здесь можно мерить можно верить на слово но здесь расстояние ровно 50 миллиметров сейчас так вот такая удобная штука тоже ей пользуемся вот кстати у меня улетела здесь процессе нижняя панелька пайплайна поэтому нужно сбросить на шестеренку я нажимаю реверта без лайн вершин и она появляется снова пайплайн пресеты здесь идем далее откачу базовой версии куба нужно не забывать варплейн сбросить если он не переактивирован и теперь посмотрим по дополнительным опциям деления скажем есть у меня вот такой зигзаг полигонов замкнутые и мне нужно выделить все что есть внутри этого полигона что я для этого делаю control shift и двойной клик в этой области если control shift и вне этой области клик то выбирается все за пределами этой области удобная такая штука если есть скажем вот такая последовательность выделений то эти окошки можно быстро таким образом выделять control shift двойной клик в этом месте выделяет эту зону удобная вещь и тоже пользуемся далее дополнительные методы выделения но здесь мы уже касались автоматический выбор находясь в этом режиме auto select автоматически мода будет просчитывать на что мы наводим например в этом в этот раз полигон я выбираю он выбирает полигон и дальше в режиме полигонов уже работаю здесь сейчас переключен в режим полигонов сбрасываю любое выделение навожусь на ребро несмотря на то что здесь полигоны стоят выделяется ребро и теперь уже в ребрах я нахожусь чтобы перейти другой режим нужно кликнуть или в пустом месте да если это ребра то можно сразу на полигон навестись и кликнуть если это полигоны здесь трудно например будет вот если это полигоны здесь трудно будет другой элемент поймать поэтому проще сбросить пустом месте и выделять уже здесь тогда выделяются точки следующий вариант короткий путь наиболее короткий путь мода просчитывает для выбора скажем есть полигон и вот такая синяя индикация подсвечивается какой полигон будет выбран следующим и расстояние кратчайшие между ними будет автоматически выбираться То есть очень удобная тоже штука такая, я прохожусь, и выделяются короткие пути, очень полезно это для ребер, когда делается UV-раскройка, можно выбирать быстро области. Какая фишка есть у этого инструмента, например, вот сейчас в режиме ребер я задаю кратчайший путь, но хочу, чтобы теперь у меня не простаивался путь вот здесь, а сразу же шел новый луп. Зажимаю Shift и кликаю правой кнопкой мыши, и у меня создается уже новая последовательность, но если хочу определить еще одну, опять зажимаю правую кнопку мыши Shift и дальше левой кнопкой простраиваю опять-таки короткий путь. Если на одной линии они будут, иногда может совпасть и не определится новая последовательность, тогда Ctrl-Z работает, но как правило это работает очень хорошо. Далее еще по особенностям выделения в мода есть, так скажем, неявный выбор элементов, вот если сейчас в режиме полигонов, находясь, я во-первых отключу короткий путь. Вот я нахожусь сейчас в режиме полигонов, и здесь в ребрах есть инструмент Bevel, ну вот иногда может возникнуть вопрос, для чего Bevel он дублируется во всех этих вкладках, потому что это разная команда. Вот Bevel для ребер, скажем, сейчас я нажимаю во вкладке Edges, нахожусь, Bevel для ребер делаю, и видно, что подвергаются Bevel как раз именно ребра. Вот здесь и в команде, и в командной строчке можно посмотреть, что да, именно Edge Bevel был применен. Если сейчас я делаю для полигонов Bevel, то видно, что уже скейлится вовнутрь, во-первых, и пойдет действие только для полигонов. И здесь команда именно Polygon Bevel тоже самое для Atochi будет, то есть это неявный выбор, даже находясь сейчас в режиме полигонов, если я нахожусь во вкладке Vertex и применяю Bevel именно для вершин, то вот видно, что Bevel подвергаются вершины. Если для ребер, то подвергаются не все ребра именно, а крайние лупы этого островка, то есть не все Bevelятся, а именно крайние лупы, вот если мы делаем Control Boundary, то именно вот эти лупы и будут подвержены Bevel. Да, здесь еще можно рассмотреть инструмент манипуляции с Gizmo, скажем так, если я здесь нахожусь сейчас, активирую режим перемещения, то вот здесь становится чекбокс доступен, кнопка Select True, здесь ее уже касались на практике, но она очень простая, по сути, если ее нажимать, то можно не перезбрасывая инструмент, сразу выбирать и Gizmo манипулятора Move будет сюда перемещаться. И можно сразу так, так, но здесь минус в том, что нажимая правую кнопку мыши сейчас, например, чтобы спозиционироваться относительно вот этого элемента, будет вылазить контекстное меню для операций. Если эту кнопку отжать, то Gizmo вот позиционируется уже сюда, и с привязкой, например, его можно заснепить сюда. То есть вот такая разница. Вот к этой вершине я могу приснепить относительно нее, например, производить какие-то манипуляции, а вот в этом режиме правая кнопка будет вызывать контекстное меню. Но тем не менее, если нужно быстрый, не тратить время на перезброс инструмента, то очень хорошо подойдет эта опция. Вот это клик, и у нас уже здесь. Клик, и уже здесь. Ну а далее рассмотрим интересную тоже опцию. Selection Set. Selection Set это выборки. Выборки это, скажем, вот есть участок, вот это выборка. Вот еще одна выборка. Выборка элементов, сеты, ну, синонимы по сути, сеты это есть выборки, то есть группы выбранных элементов. Где еще можно найти эту вкладку? Select. Вот здесь целый блок есть. Assign Selection Set, Create Selection Set. Ну, по сути, они дублируются вот в этой вкладке, в этой панели, и можно отсюда с ними работать. Так, вот, допустим, выбираю такой островок полигонов, ну, даже можно более изощренное что-то сделать. Сложный выбор, особенно если объект большой. То есть, чтобы каждый раз не перевыбирать, этот выбор можно запомнить. Как в Photoshop делается запоминание выделения, так и здесь то же самое. New Set, и нужно ввести имя. Нажимаю единицу, сбрасываю выбор. И вот здесь Quick Select, быстрый выбор. Единицу нажимаю, выбираю, и да. Здесь это работает. Здесь можно определить новый Set, New Set. Это 2. Окей. И здесь выбираю уже для быстрого. Либо первый, либо второй. Здесь можно выбирать режим. Для какого режима будет происходить дальнейшее действие, то, что указано вот здесь. Это, собственно, режим для первого, да, у нас первый, что это первый, вот этот островок. Эту Selection кнопка, если выбрать полигоны, вот так скажем. И нужно теперь в этот же момент, когда выбраны эти полигоны, добавить к выбору первую выборку, например, первую. Эту Selection, она добавляется. Если нужно вторую, вот здесь в сетах, эту Selection, добавляется вторая выборка. Сюда же. Далее, если вот так уже выбрано, Remove from Selection кнопка убирает эту выборку, да, вместе с ней, причем захватывая вот этот участок, Remove from Selection, все. То есть из этого выбора, если нажимать Remove from Selection, будет убрана выборка вторая. То есть вычтена, там добавлялась, здесь вычитается. Ну и здесь, например, Replace Selection. Я нажимаю и заменяется. То, что было выбрано, заменяется на сет, выбранный сет здесь. Интересная особенность у этого инструмента, если мы задаем сет, например, в режиме ребер, сейчас New Set. Даже тоже имя можно назвать, единичку вбить сюда, окей. И теперь в режиме ребер, Quick Select, то есть свои имена, свои выборки у него есть в разных режимах. И выбирать нужно именно в том режиме, в котором запоминали. Если это полигоны, то в режиме полигонов единица уже будет выбираться вот так. А в режиме ребер единица вот она. Идем далее. Вот здесь Add to Set. Есть такой сет, опять-таки, с единицей, с именем единица. И здесь Add to Set добавить. Например, выделяю вот такой еще островок. Add to Set, все, теперь добавлено в единицу. Быстрый выбор будет вместе с ним. Ну, а чтобы убрать из сета, опять-таки, эта выборка активна. Remove from Set. Все, больше ее здесь не будет. Выбираю единицу и снова здесь только эти элементы. Delete Set полностью удаляет весь сет. Delete. Все, остается только двойка. Индекс двойки и только это выделение остается. Здесь еще есть внизу кнопка Convert to Group. Это конвертирование в группы. Дальше по урокам посмотрим, как работать с группами. Будет отдельный урок по группам. И также эти сеты можно применять в материалах. Но это тоже посмотрим в уроке по материалам. Далее. Вот эти сеты, они также отображаются здесь, в панели статистики. По полигонам. Polygon. By Selection Set. Вот здесь имена все эти прописаны. И можно отсюда из этой панели быстро выбирать сюда, не переходя даже. Так, с этим ясно. И на небольшом примере посмотрим, где уже это можно применять. И каким образом создаю сферу, сфера тесселированная. И в данном случае ноль подразделений, тесселяция. Убираю точки, все точки этой сферы. И для них делаю Bevel. Именно для точек. Сделаю футбольный мяч. Здесь нужно смотреть, чтобы вот этот гексагон, он был более-менее правильной формы. Чтобы не было таких перекосов. Ну, конечно, можно делать по своему вкусу. Здесь я даже не знаю. Я сделаю так. Далее. Конвертирую выделение в двойку. В ребра. И вот для этих ребер запоминаю Selection Set. New Selection Set. Один. В принципе, один уже был. Третий. Третий Selection Set. И здесь нужно провести подразделение. Нажимаю D на клавиатуре. Трижды. Так. И, как видно, сейчас нужно выделить вот эти гексагоны. Но также их вручную, конечно, долго выделять. Поэтому нужно просто выбрать, вызвать этот Selection Set. Вот они выделяются. То есть они запоминают. Несмотря на то, что было подразделение. Индекс остался у этих. Реберт прежним. И Мода их, в общем-то, выбирает. Далее Bevel. Сделаю пошире. И сразу конвертирую полигоны. И для полигонов уже Bevel вовнутрь. Можно наружу, но я делаю так. Далее. В сглаженном виде это уже принимает вот такой вид. Мяч, конечно, не идеально круглый. Идеально круглые формы. Научимся создавать в следующих уроках. Один из следующих уроков будет по констрейнам. И там можно получать идеальные круглые формы. Но также это, конечно, работает и для полигонов. Если запомнить выборку полигонов, потом подразделить, будет то же самое. Он запомнит вот этот основной островок. Того же размера. То есть инструмент очень гибкий, удобный. Да, и вот, кстати, видно, что сейчас на протяжении уроков создаем теселированные сферы. Из них получаем какие-то интересные формы. Ну, возможно, над этим стоит позадуматься. То есть именно теселированные сферы. Ну, а на этом конкретно урок заканчиваем. И до встречи в следующем уроке.